Добрый вечер, уважаемые слушатели! Всех поздравляю с приходом весны. Хотя весна наша в этом году точно как страна. Называется весна, а по сути зима. Вот у нас вроде как демократия и всё прочее, а имеем то, что имеем. Сверху вроде как веют какие-то ветры, такие кхенофобские, такие антиамериканские, такие вот никто ничего не хочет, все ждут решения свыше. Какая-то такая в набиозе страна. А снизу вроде как что-то нормальное происходит. Кто-то усыновляет детишек, кто-то строит мост через маленькую речку, скинувшись в маленьком городе Шария Костромской области. Кто-то готовится к реализации крупных инновационных проектов. А вот сейчас я в хорошем таком настроении приехала из просто супер-библиотеки. Первый раз в жизни видела такое. А вообще библиотеки не была с университетских времён. И казалось бы, там до сих пор вот эти вот всякие формуляры, там клеят чего-то языком или клеем канцелярским. А тут просто супер-библиотека на Кутузском проспекте, дом 24. Там, собственно, всё оборудовано для инвалидов. Там доступ, там между полками широкие пространства, где коляска может проехать, совершенно удивительное устройство для слабовидящих. То есть если человек положит книгу, там такие увеличительные стёкла, линзы, какие-то специальные устройства, и к компьютеру можно подъехать на коляске, и на азбуке Брайля тоже там переводчик есть. Просто невероятно. Хочется сказать спасибо Сергею Капкову, руководителю Департамента культуры Московского правительства, за то, что вот такие вот чудесные вещи делают. И будет пять к концу года таких. Библиотек? Ты знаешь? Да. Вот это вмешалось в мой монолог Катерина Гордеева, когда-то работавшая на НТВ, который тогда ещё был приличной телекомпанией. Но, тем не менее, вот она тут влезла. А мы сегодня вместе с ней, она будет мне помогать, принимаем очень симпатичную гостью. Это Валентина Александровна Бородина. Она сама расскажет о себе. Я скажу только то, что это основательница большого количества детских домов, маленьких, уютных, симпатичных. При этом, удивительное дело, занимается она этим не со вчерашнего дня, а уже лет, наверное, 30. Да, Валентина Александровна? Ну, почти. Почти, да. Страшно называть эту цифру. Когда я пришла первый раз в детский дом, это было, ну, немножко, чуть меньше, чем 30 лет. И пришла я, потому что мой муж был председателем райисполкома. А муж Валентина Александровна Павлович Бородина, для тех, кто не понял. Да, тот, который управление делами президента Ельцина. Да, ну, да, который реконструировал Кремль, да. Большой Кремлевский дворец, да. Был он председателем райисполкома, но, как любой женщине, это Вилюйский район, это Вилюйск, где когда-то Чернышевский отбывал ссылку. Я совсем недавно прочитала очень интересную книгу. Это было вообще в то время просто недосягаемый такой край. Но когда мы уже жили, это достаточно цивилизованное место было. Ну, я прошу прощения, что перебиваю, я была на Вилюйской ГЭС. На Вилюйской ГЭС. Это Верхний Вилюйск. Это рядом там город Светлогорск, по-моему. Это Верхний Вилюйск, да, это немножко... В общем, я бы не сказала, что это симпатичные цивилизованные места. Для меня это был май, холодно было, как будто январь, а листочков и зеленюшки не было никакой вообще. И производило всё это впечатление вот такое, что сталкер можно снимать. Ну, это особенности просто природы Крайнего Севера. Поэтому для нас... Ну, вот, короче, в таком месте вы пришли в детский... В таком месте, да. Ковался характер всей семьи. Да. Ну, ковался, наверное, он где-то, может быть, ещё раньше. Но в целом состоялись мы, наверное, больше всего там, потому что мы были востребованы, мы были нужны, мы были полны сил, идей. И у меня было желание, как у любой женщины, помочь ему, ну, чем-то помочь, чтобы, ну, как-то прикрыть его. Честно. Ну, как любая женщина, наверное. А собственной работы у вас не было? Нет, почему? У меня была собственная работа. Я юрист по профессии, я работала юрисконсультом в сельхозуправлении, ездила по совхозам. Иногда встаю в обеденный перерыв в совхозе, это якутский совхоз, глухая якутская деревня, кругом снега непроходимые лежат. Смотрю в окно и думаю, как я вообще городской человек. Как я вообще могла здесь оказаться? А вы из какого города, Валентина Александровна? Я родилась в Сахалине, а вообще из Куйбышева. Самарская. Самарская, да. Родилась, ну, папа военный был, и как-то так перемещались. И как могла попасть? Ну, это был такой короткий период, потому что я прочитала в местной газете, что в ужасном состоянии находится детский дом, и там нужны работники. Это вот в этом Вилюске? Вилюске, да. И я кому-то обмолвилась, что я бы пошла работать. Я до этого преподавала в техникуме, и я обмолвилась, что я пошла бы работать в детский дом. Кто-то кому-то передал, городок небольшой, и меня пригласили в райком партии, тогда был райком партии. Это какой год был? Это, ну, 25 лет назад. Какой год был? Что вы на меня смотрите? Ну, кто быстро считает. 87-88. Кто быстро считает вы меня? 87-88. Да, да, где-то так. То есть излёт советской власти. Да, это была советская власть. Меня пригласили в райком, и мне предложили. Я пришла домой и сказала ему, что он сказал, что, ну, в принципе, я тебе могу сказать, что это будет очень трудно, и если соглашаешься, то мне не жалуйся. Всё. А он в Вилюйске кто был тогда? Председатель райисполкома. Да, это район, газодобывающий район был. Там строили газопровод, и он был председателем райисполкома. А я пошла работать. Ту картину... Вы директором пошли? Я пошла заучим. Заучим, не директором. У меня вообще никакого опыта не было, вообще никакого. Я не могла понять, почему вот у этой, у Димы, у Димы, вот именно у этой рубашки, оборваны вот такие, махрится весь рукав. Я не могла понять, как учитывается это, почему у всех нет шапок, а на улице мороз минус 50 градусов. Понимаете, они одевали вот так пальто, накидывали его на голову, вышли в школу. А когда они приходили в школу, то сумки, они такие полевые сумки носили на ремне, они все оставались в школе. И от этого ужаса, ужаса. Вот я проработала там два года. Это самое по эмоциям, по чувствам, по вкладу душевному, физическому, это годы, которые, ну, по тому заряду, который я получила, потому что я отдала, это самые были лучшие годы в моей жизни. Валентина Александровна, а вот у меня было такое ощущение, вот в советские годы, я молодой человек тогда была, но тем не менее такое уже закончила университет. У меня было ощущение, что все хорошо везде. То есть, ну, конечно, там в сельском хозяйстве проблемы, но и в домах престарелых, и в детских домах советская власть все делает. И никакие там волонтерские руки в голову не приходило, что могут быть где-то нужны. Вот и газеты, что ли, я не читала. Нет, Ира, об этом, может быть, так громко не говорили. Может быть, кому-то это казалось нормально, что там клопы, что в шее много, да? Может быть, это кто-то считал, что это норма. А я пришла, ну, специалист высшей категории. Юрист. Юрист. И стены красить? Я красить, стены красить. Расскажите, расскажите. Я двухэтажное здание от злости, от бессилия покрасила, полы покрасила все сама двухэтажные здания. Я вывела всех клопов. Ну, половой краской обычной тогда. Но я сделала обои, я сделала люстры, повесила в кое. Я сделала бытовой комбинат. Тогда, когда уценяла ткани, он бесплатно их мог отдавать в детский дом. Я поношила шелковых, из такого шелка какой. Были тогда всякие шторы, накидки на подушке. Сама шила? Нет, нет, там, это не сама, я сама придумывала. А шила там, костелянша была такая, которая, ну, строчила все очень, ловко умела. Мне нужно было разобраться. Я объехала все детские дома Якутии. Я списывала все. Там даже не было никаких ксеросов, ничего. Я просто сидела целыми ночами и списывала у них планы. Что там они, какие бумаги ведут? Что они делают вообще для того, чтобы писала все подряд? А много детей было в детском? Сто детей. Сто детей. А что за дети? Русские, украинцы, якуты? Дети были смешанные. Воспитатели все были якутской национальности. Одна я была русская. Дети были, больше русских детей было. Больше русских. Там мы никогда, там некогда было спрашивать. Вот если людям удобно говорить на якутском между собой, они говорили на якутском. Там некогда было выяснять, нравится тебе это, не нравится. Это была сплошная работа. Когда я после этого приехала и пошла работать уже в Якутске, в Министерство образования и республики, я думала, боже мой, я не могла никак понять, а за что деньги-то платят? Деньги-то за что? За то, что все пишут жалобы, носят бумажки, в каких-то комиссиях я разбираюсь, жалобы сижу. Вообще люди знают. Когда я пришла первый раз в детский дом, мне казалось, вот вы сейчас говорите о волонтерстве, мне казалось, да люди просто не знают. Я ровно об этом и говорю, что мы же не знаем. Я сейчас приду, я всем скажу, и все прибегут. Мне так казалось. Сейчас будут кружки, и всем будем шить, вязать, вышивать. И никто не пришел? И никто не пришел. А дети, вот скажите, вот вы шторы поношили, полы покрасили, обои поклеили, чего в детдомах вообще не водилось? Да, с пожарниками было очень много проблем. А этическое все-таки повлияло на эстетическое? Эстетическое на этическое? Конечно, повлияло. Человеку в чем можно проявить любовь? Вот в чем ее можно? В заботе, прежде всего, правильно? Когда ты заботишься, когда ты обустроиваешь быт, когда ты думаешь об этом, они же это чувствуют. Это чувствуют, это чувствуют. Вот собака подходит ко мне на остановке, откуда она знает, что я о ней думаю сейчас? Откуда она знает? Она чувствует, что от меня нет агрессии, правильно? Она это чувствует. Также, ну, конечно, это повлияло очень сильно. Очень сильно. Тем детям должно быть сейчас уже сколько? Под 40? Да, да. У меня живет моя воспитанница, ей 37 лет. Оттуда? Оттуда, да. Она здесь училась в аспирантуре. Сейчас она отдельно, но все равно. Вот сейчас мы только с ней созванивались, потому что дети у меня школьник, Ваня в 9 классе. Она вот должна была подъехать там проверить кое-что. Хорошо, Валентина Александровна, вы в Якутске там навели шороху. После этого переехали в Москву. Да. И муж ваш стал уж совсем большим начальником. Да. И вот вы, вместо того, чтобы греть пузо где-нибудь на хороших курортах и там блистать на приемах, вы, тем не менее, видимо, продолжили свое дело. Вот как это все раскручивали в Москве? Ну, во-первых, мы приехали в Москву, у нас был мальчик в семье приемный. Мальчик, страдающий тележалейшим пороком сердца. Будущего у него было немного. Мы это прекрасно понимали. Мы сделали три операции на сердце. Мы прекрасно понимали, что... И нам хотелось всеми силами... Нет, умом понимали. А сердце не могло представить, что это может когда-то закончиться, да? И старались как-то облегчить ему жизнь. У него была очень большая проблема с дыханием. Он нуждался, может быть, в пересадке. Не знаю. Но врачи делать ничего не могли. И через год его не стало в нашей жизни. Он похоронен на Кунцевском кладбище. И такая вдруг наступила пустота. Понимаете? Такая пустота. А я знаю, как нужно сделать. Я уже прошла школу государственного учреждения. И у меня подспудно все равно... Картинка была. Точно, я бы сказала. Картинка была. Вот я видела. Я видела точно, что нужно сделать вот так. Кроме этого, еще я дала Гене перед его смертью слово, что я воспитаю его брата. И брата мы вырастили. Брат тоже из Якутии приехал. Брат тоже из Якутии. Но у него мама. У них общий папа был. Брата мама. Но достаточно необеспеченная семья. И поэтому мы его привезли к нам. Он закончил Суворовское училище. Потом академию. Ну, он сейчас работает. Он уже взрослый. Редко звонит. Чему я очень радуюсь. Потому что... Значит, все хорошо. У него нет проблем. Значит, у него как-то что-то он решает сам. Да. И здесь я поняла, что вот ситуация играет на меня. Вот все, картинку вижу. Возможности есть какие-то, да. Я воспользовалась этими возможностями. И нашлись жертвователи, благотворители, которые помогли приобрести здание в Кунцевском районе, в Москве. Это был старый детский сад, двухэтажное здание, постройки 64-го года. Мы это здание укрепили фундамент, настроили третий этаж. Мы в нем сделали шесть квартир. Каждая квартира рассчитана на восемь детей. И женщина, которая там проживает, мама, воспитательница. То есть профессиональная мама. Профессиональная мама, да, да, конечно. Тогда еще это не говорили так, но она по штатному расписанию числится воспитателем. Дети все ее зовут. Она здесь проживает, она живет в этой квартире, живет с этими детьми. И вот уже 16 лет этот дом в Кунцево существует. Слушайте, если бы вы не сказали, что это старая постройка, я бы никогда не подумала. Это красивое здание. Совершенно модернового типа. Там удобно, там комфортно, там высокие потолки вообще-то. Ладно, 64-й год, это можно сказать вчера. Это год моего рождения. Да. Я извиняюсь, здание выглядит примерно лет на пять. То есть ты меня не дождишь. Не то, что я. А вот и так получилось, что... Оно получилось. Оно получилось, и... И эта идея реализовала дошлись единомышленники. Люди, которые... Слушайте, а вот вы не хотите назвать единомышленников? Это очень важно. Не хотите, не называйте, но в целом... Я-то знаю, кто это. И об этих людях так часто, так редко говорят хорошо. Единомышленники вы имеете, которые финансировали? Ну, вы имеете в виду Евгения Леноровича? Да. Конечно, конечно, я его назову Генер Евгений Ленорович. Потому что средства, которые смогли мы построить второй детский дом в Одинцово, мы строили вообще с ноля. Ноль был. Просто с котлована рыли котлованами. И это было... Это нереально. Это казалось... Ну, неужели-то мы можем сделать? И вот, Катя, вы были у нас, и дом стоит уже 11 лет. 11 лет в нём живут дети. Как мы везли первых детей туда? Это не передать. Мы везли просто полную машину ужаса. Вот полную. Их было трое. Мы их забрали из больницы. Один был найдёныш, его нашли на шоссе. И он год прожил в больнице. Второй, Федя, он тоже проживал в больнице. И ещё была Машенька. Ей было 8 месяцев. И когда... Я до этого ещё там наняла нянечку, чтобы она выгуливала, чтобы она выгуливала их. Наняла эту нянечку, потому что они не знали улицу. И вот мы приехали. Представьте, мы приехали на машине за ними. Они вышли. Они засобирали какие-то вещички. Им было по 2,5 года. Они вышли к машине. И, видимо, они испытали такой ужас. Такой шок. Они развернулись, побежали назад. Побежали назад. А потом, когда мы их посадили в машину... А вы представьте. Когда человек только недавно стал выходить на улицу. И он едет в машине. И всё мелькает. И это был, вот говорю, полная машина ужаса. Я хочу сказать, что я видела... Федю же видела, да? Да, Федю. Ира, я видела этого Федю. Это парень высокий, красивый, умный, толковый, с потрясающим чувством юмора. В общем, он вырос и... Играет на пианино, занимается вихтованием. У него вся стенка в каких-то грамотах, в призах. Он толковый, талантливый. Он меня там подстраивал и всё время немного. То не так, это не эдак. Такой командир. Да, да. И вот сегодня у нас такая проблема стоит. Сегодня как-то мы не можем договориться с Московской областью. Дом большой, красивый. Благодаря вот Евгению Леноровичу, да? Генеру. Большой, красивый второй. Это второй дом, который... А он практически пустой. Одну часть мы представляем вашему фонду под проживание детей, которые... Катин фонд, это фонд «Подари жизни». Да, и попечитель фонда «Подари жизни». А вот можно секундочку вас прерву, чтобы тоже было понятно радиослушателям, наверное? У них, у Бородиных, видимо, какая-то не очень здоровая семья. Городские сумасшедшие. Городские сумасшедшие, да. И я сейчас хотела восстановить справедливость, потому что чего только не говорили про Павла Павловича, чего только не говорили про семью и чего только не говорили про всё на свете. А справедливость заключается вот в чём. В середине 90-х, по-моему, мне рассказывают доктора в очереди к одной из заведующих отделениям, где лечились дети с раком крови. Сидели двое людей. Они сидели-сидели, муж ушёл, потому что ему надо было на работу. Это был Бородин? Как потом выяснилось. Доктора-то всех в лицо не знают. Осталась женщина. У неё была газета, в газете была публикация о том, что вот отделению там нужна кровь, нужны деньги, нужны ремонты, куча-чего. И вот в эту же газету, где была эта заметка, были завёрнуты деньги. Она пришла к заводелению, сказала, мне очень неудобно деньги передавать, но вот вы возьмите, пожалуйста, муж ушёл и не представилась. Я не помню, они еле-еле узнали, кто вы были. Нет, ну немножко не так, потому что это была встреча такая, затянувшаяся на всю жизнь. На всю жизнь? Да. Я потом расскажу, как затянулась. Да, это было в «Коммерсанте», я читала ночью газеты, в «Коммерсанте» была опубликована заметка о девочке Лизе, которая нуждалась в трансплантации. Нет, мы пришли в тот день без денег, мы просто пришли и узнать, что это вообще. А это уже апокриф, да? Да, да. Мы пришли просто узнать, чем мы можем помочь. А в то время у них не было даже разового материала, не было повязок, не было вот этих разовых всяких... Перчаток. Да, и перчаток, ничего не было. То есть помогать нужно было бесконечно. Потом я увидела эти трубы, которые Галина Анатольевна меня когда повела. Да, заведующее отделение была Галина Анатольевна Новичкова. Да, вы говорите о чем-то своем. Да, заведующее отделение была Галина Анатольевна Новичкова, и дело происходило в российской детской клинической больнице. И первый ремонт в этом отделении был сделан на личные средства семьи Бородиных. А сейчас в Федеральном научно-клиническом центре имени Димы Рогачёва стоит церковь, построенная на средства семьи Бородиных, то есть на средства дочери Екатерины Павла Павловича и Денина Александровна. Вот я говорю, они сумасшедшие. Да, она взяла внутренние обязательства, потому что первый эскизный проект... Внутренние, извините, это перед собой в смысле? Это перед детьми, наверное. Это, наверное, перед детьми, перед собой, перед... Всевышний, я думаю. Это хорошее слово, внутренние обязательства. Хочется навязать это ещё кому-то. Первый эскизный проект этой клиники, который сегодня существует, делала она. Первый эскизный проект. Потому что тогда ещё никто не знал. Это было... Вот когда очень сильное желание у человека что-то сделать, оно обязательно реализуется. Вот у меня вопрос простой, Валентина Александровна. Вот с чего вдруг у людей появляется такое желание? Потому что я, в общем, представляю себе элиту 90-х годов так же, как представляю себе теперешнюю элиту, несколько иную. В общем, не больно-то это было популярно. Вот я была членом Совета по правам человека при Медведеве. И помню, на первом нашем с ним совместном заседании очень я была выдушевлена, и казалось мне, что что-то можно сделать, сдвинуть. И я такую страстную речь сказала, прямо глядя в глаза Дмитрия Владимировича, что вот вы должны, ваша жена должна, ваш сын должен, ваши министры должны, их жёны должны. Потому что если вы элита, то это значит не только вкусно кушать и сладко спать, это значит нести некоторые обязательства перед обществом, показывать обществу пример. Вот вашему примеру в 90-е годы кто следовал? Кто-то последовал? Да. Ну, наверное, конечно, мне подспудно любому человеку, который делает такое дело, ему хочется, чтобы это оценили. А в чём состоит оценка такой деятельности? Это правда? Последователи. Последователи, да. Ну, нет, я не могу сказать, что были последователи. Да, определённое уважение, наверное, какое-то это вызывало. Но последователей или желающих... Но то, что вы не можете их назвать, говорит о том, что их не особо было. Их не особо было. Я вот недавно вышла очень хорошая книга в Санкт-Петербурге, о милосердии книга. Всегда. Это было частью политики с времён Петра I. Вот в январе был юбилей детскому дому, который создала Екатерина. Сейчас мне трудно сказать, какая это дата была, но именно январь был создан детский дом Екатерины. То есть это всегда было... Всегда. Валентина Александровна, всегда в царской России дочки государя-императора работали в госпиталях. Что-то я дочек Путина, которые кому-то что-то делают, хорошие, не видела ни разу. И даже не слышала, где они живут и чем они занимаются. А я как раз говорю об элите. Вот мне всегда интересно, осознают ли люди, что то, что им много дано, означает прежде всего то, что из них много спросится. Потому что это удивительное чувство, которое необходимо иметь тем, кто находится сверху, наверху. А власти, если угодно, выборная, невыборная, сейчас не об этом речь. Но если тебя вознесло, твоими ли достижениями, случайно или неважно, ты должен больше отдавать, чем брать. Вот это вот, пожалуй, та максима, которую я для себя знаю на 100%. И то, что я, собственно, также про Пал Палча узнала, что он занимается детскими домами, довольно случайно. Вот я очень вас прошу, подумайте, пока у нас будет короткая реклама, как вы ответите обе на этот вопрос. А о роли элиты и о том, были ли у вас реальные последователи. Сейчас мы прервемся. Прежде чем вы, дамы мои дорогие, начнете рассуждать на тему роли элиты, я хочу, чтобы продюсеры включили телефон в студии и напомню его номер 651099 и 6. Код города Москвы не меняется, он по-прежнему 495. Валентина Александровна, что вы скажете? Об элите. Я думаю, понятие, которое очень широкое, оно такое политическое, общественное понятие элиты. Я думаю, оно обязывает человека, раз судьба ему предоставила шанс быть во главе, поставлен он в какой-то степени во главе общества, Я думаю, что любой этот шанс нужно использовать для того, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается. Кто в этом нуждается, кто... А что же не делают? Подождите, давайте, я сейчас напряглась, все-таки подумала. Это Катерина Гордеева. Она думала во время рекламы. Я думала, да. Во-первых, примерно в то же время, когда вы пришли в детский дом, Раиса Горбачева пришла в ту больницу РДКБ, о которой мы ведем речь. Это российская детская клиническая больница. И, вернувшись оттуда в слезах, потому что дети не вылечиваются не потому, что их нельзя вылечить, потому что нет денег, нет лекарств, ничего нет, Она пришла к своему мужу Михаилу Сергеевичу Горбачеву и сказала, нужно разворачивать благотворительность. Я сейчас пересказываю дословно-статую. Он говорит, как благотворительность, да, то есть Советский Союз. Да, ладно, Советский Союз. Да, он говорит, какую благотворительность? Он говорит, у нас бесплатная медицина. И она ему рассказывает, как разворачивать. Потом развернули, да, мы это знаем. Мы знаем, как Вера Миллиончикова пришла к Чубайсу, или он к ней пришел. Встретившись, он стал первым, кто давал деньги хоспису. Первым московским хосписом не дает до сих пор. Мы знаем, как Павел Павлович Бородин и Валентина Александровна, и дочь их Екатерина Павловна, в разных направлениях совершенно этим занимались. Проблема еще есть в том, что об этом знаем мы вот тут узким кругом. Хорошо, ты назвала трех человек из прошлого, в общем. То есть, как сказать? Я знаю, что Наталья Тимакова сильно помогает совершенно в разных направлениях благотворительным движением. Не знаю, можно ли это было говорить, но я это знаю, но скажу. Сказала, ладно. Еще, хочу еще примеров. Я не знаю, это значит, что она. Из этих вот, Кооператива Озера, там как-то вот, ну вот элита, вот, что делает? Ну, может быть, мы просто не сталкиваемся с деятельностью, которой они занимаются, но поле это безгранично, куда можно приложить сегодня руки. А дайте им совет, вы можете предложить первым леди, первым джентльменам, да, что, может быть, они просто не знают, куда себя применить? У вас не было идеи посоветовать? Нет, у меня какая идея? Идея, у меня всегда есть идея. А идею посоветовать, а тем более посоветовать, я могу, что, во-первых, ничего не нужно бояться. Ну, подождите, вы вот про армию говорили во время перерыва. Ну, возьмем, допустим, армию. Армия, это такая структура мужская вроде часть, да, но в армии, к сожалению... Там вообще наши дети. Дети, да, там служат наши дети. Вот мой Ваня, ему 16 лет. Я его ращу, вот ему в 6 месяцев он весил 4 килограмма. Мы его растим с этого времени. Мне кажется, что я в армию пойду вместе с ним, одену сапоги и буду маршировать. Или что там сейчас, не сапоги, без портянок, там, в портянках, неважно. Чем могут помочь? Чем могут помочь? Во-первых, в состоянии здравоохранения. Женщины это могут курировать. Женщины, помочь именно, помочь в армии. Это питание солдата, именно помочь. Чтобы, ну, во-первых, есть, у оппозиции есть, у армии, там, матери... Солдатские матери. Солдатские матери. Это оппозиция. Такая оппозиция, которая тоже составляет трудиться. А это помощь будет. Помощь, взгляд женский. То есть, грубо говоря, Людмила Путина должна стать покровительницей российской армии и контролировать их? Ну, может быть, не контролировать. Контролировать... Ну, я не знаю, в какой-то форме, но я думаю, что это можно помочь. Опекать. Опекать, да, да. Это и госпитали... Это ведь до сих пор сегодня у нас есть военные госпитали. У нас есть до сих пор инвалиды, которые никому не нужны после всех вот этих войн. Поэтому я не говорю, что это должна быть первая леди, там, или... Я не знаю, но это поле, которое человеку, занимая, являясь представителем элиты, он может туда войти. Да больше никого не пустит. Может, может, потом... Это детские дома в местах лишения свободы, там, они, не знаю, как называются, но при колониях при женских. Ну, так надо, дом ребенка при колониях. Да, дом ребенка при колониях. Вот мы об этом говорили несколько передач назад, когда у нас была замечательная Наташа Кудрявцева, которая взяла под опеку детей, родившихся в тюрьме. Ну, это простая Наташа Кудрявцева, которая торгует шоколадками. Ну, это не простая Наташа Кудрявцева. Ну, она не простая в смысле того, что у нее в голове все нормально. То есть в этом смысле она не простая, а Людмила Путина простая. Вот я сегодня писала изложения со своим Ваней. Он в девятом классе, нужно будет сдавать ГИА, и мы писали изложения с ним. И в армию вы с ним пойдете. И изложения напишу, и изложения вы писали. И там была тема о сочувствии. Вы знаете, как будто вот в унисон всему нашей сегодняшней встречи, что сочувствие – это как талант. Это как талант. Вы очень хорошо сказали. Талант. Да, это дается как талант. Но это надо еще... Его может не быть. Но это можно, ведь мы не все художники, но нас учат рисовать, правильно? Нас учат видеть картину. Поэтому вот этому нужно просто учить. Учить сочувствовать, собереживать. Ну разве, во-первых, не все время находиться в чужой боли? Нет. Но реально оценивать свои силы, свои возможности, и чем ты можешь помочь. Потому что жестокость, с которой мы сегодня сталкиваемся, ну мне кажется, такой жестокости... Наташа, я не могу припомнить, чтобы вот... Да ладно, Валентина Александровна, вы читали наверняка книгу Рубена Гальего «Белое на черном». И, в общем, понимаете, что творилось в детских домах для инвалидов в Советском Союзе. Нет, я это и так понимаю. Такая жестокость, какой вообще, кажется, вот зажмешься, не представишь. Ничего не изменилось. Человечество таково. Просто можно... Ну не человечество, наверное, это какая-то часть человечества. Ну, наверное. Давайте мы послушаем Сергея, который до нас дозвонился. Добрый вечер. А, вы знаете, ну вот история вашей героини, гостей, да, тех времен, но она история ведь частная. Это ее личная история. Она, конечно, молодец за ее деятельность, но большой поклон, как говорится. Но ведь в то время, вот во время Бориса Николаевича, ведь у нас детские садики тогда закрывались буквально сотнями по всей стране. Ну, тут, знаете, Сергей, вопрос какой? Павел Бородин, насколько я понял, да? Вот тогда на ремонт Кремля, я знаю, сколько помню, который он заведовал, правда, к нему претензий нет, лично я вот не приведу. Красивый Кремль. Тогда на ремонт Кремля было затрачено больше 300 миллионов долларов. Это сейчас, по-моему, на миллиарды уже идет этот счет. Сергей, вопрос в чем? Вот. Вот элита тех времен, вот Гусинский, Березовский, Смоленский, Ходорковский, вот что они тогда сделали для того, чтобы не закрывались наши детские садики? Можно я отвечу на этот вопрос? Значит, по поводу детских садиков. К сожалению, было такое падение рождаемости, серьезное, что детей пойти в существовавшие со времен Советского Союза детские дома физически не было. В садике? В садике. Некому было ходить. Вот такова демографическая ситуация была, что падение, причем оно было обусловлено не только реформами, а это и эхо войны, потому что дети, не родившиеся во время войны... Демографическая елочка. Да, елочка, ямочка там была, дай бог, она, собственно, нас настигает снова, потому что сейчас тем детям, которые в 92-м году не пошли в детский сад, вот их сейчас не будет среди рожающих. А что сделал Ходорковский? А что сделал, значит, по поводу Гусинского, Березовского не знаю, честно говорю. По поводу Смоленского могу говорить только гадости, поскольку у меня пропали деньги в столичном банке сбережений и так далее. По поводу Ходорковского, вот даже думаю, что сделаю специальную программу, потому что работал директором в фонде «Открытая Россия». И какие у нас были благотворительные программы, могу рассказать, что называется, из первых уст. Более того, до создания «Открытой России» в ЮКОСе были настолько крупные благотворительные программы. Самая известная из них – это Федерация интернет-образования, которая учила школьных учителей интернету. И выучены были не десятки тысяч, а больше учителей по всей стране. Но об этом… Но самое существенное, что вы можете, дорогой Сергей, увидеть, послушайте, даже можете приехать туда, это детский дом-интернат Коралова. Это потрясающее место. Да, самое главное, которое существует до сих пор. И которое содержит Ходорковский, несмотря на то, что находится в местах не столь отдалённых. Завучами и, как это называется, уборщиками, дворниками, плотниками. И смотрительными в нём мамы и папа Михаила Борисовича. И там дети. Знаете, это дети, как правило… 154 человека. Военнослужащих, погибших в конфликтах. Ну, я с этого начинала. Сейчас просто дети из семей со сложной ситуацией. В общем, это дети, которые могли оказаться где угодно. И там дети Беслана, и там дети Норд-Оста, и там вырос Ваня Гамов, отец которого был сожжён на Сахалине контрабандистами. В общем, это такое место, где дети, которые были совсем скопящим несчастьем, вырастают нормальными, счастливыми людьми и получают высшее образование. Вот давайте мы вернёмся к нашим разговорам, потому что я думаю, что и Сергею мы ответили. А про Ходорковского я действительно как-нибудь напрягусь и вспомню то, что людям надо знать. Помнишь всё. А у меня, Александр, вопрос. Вот как и в детском доме я вспомнила про дом интернет-кораллова, вот в какой связи. Ведь у вас же не просто дом-ребёнка, у вас же не просто семейный дом. Вы же об этих детях заботитесь, по-моему, чуть ли не в армию с ними ходите и на пенсию выходите. Что происходит в жизни ребёнка, как только он попадает в вашу систему? Какие теперь у вас проблемы? Вы о них не договорили тогда. Ну, ребёнок, когда попадает в нашу систему, наша система в наших домах отличается тем, что это фактически семья. Дверь закрыта, это квартира. И Одинцовский дом также устроен, он сделан как квартира, там больше квартир. И дверь закрывается, и там живёт семья, которая сама стирает. Сами готовят. То есть они всё умеют? Всё, они умеют всё, практически. Они умеют всё, и когда они выходят, ну, какие-то проблемы у них тоже есть. Конечно, у них есть проблемы, так же, как у детей, которые... У всех людей. Конечно, да, как у всех людей у них тоже возникает. Кто-то, кому-то очень трудно. Дети ведь все у нас непростые, нужно сказать. И осложнена наследственность у них, у многих, да. Не все находят сразу себя вот в этой во взрослой жизни. Даже иногда, мне кажется, общество их больше не принимает. Ни сколько они не могут вписаться, сколько общество не принимает. Я вам что-то могу к вопросу о билетах. Кто им организовывает квартиры, если же вы сами не хотите похвастаться? Нет, квартиры им даёт Москва. А кто за них бьётся? Ну, это обязанность наша. Это обязанность социальных работников наших детских учреждений, да. Биться за это, это входит в наши полномочия. Но это настолько редко бывает, когда квартирного типа детский дом, и вдруг Москва дала? Причём, видимо, дала не вчера. Нет, нет, Москва даёт всегда. Всегда. Она даёт всегда. Мы помогаем им обставить это жильё. Мы, это в смысле вы и Павел Павлович. Ну, фонд, у нас фонд два человека, ещё бухгалтер есть. Мы помогаем обставить им. Скромно, я не могу просто, слова не вытянешь. Я сейчас лопну от смеха, да. Потом, нет, у нас есть девочка, которая закончила Плехановский университет. У нас есть девочка, которая учится банковскому делу уже в ВУЗе. Она закончила колледж банковский. У нас есть мальчик, который прошёл, закончил физмат-школу при МГУ и учится на втором курсе Мехмата. Это дети из обыкновенных детских домов? Да, из нашего детского дома. То есть, а в ваш детский дом они каким образом попали? Ну, так же, как все дети по путёвкам, которые выдаёт отдел образования. По счастливому билетику. По счастливому билетику. Ну, я думаю, что они не могут обижаться на нас, потому что всё, что нужно отдать вместе со своим сердцем, душой, временем, конечно, все отдают. Все, кто работает. Ну, Катя, вы были, вы видели. Это так действительно на самом деле. К ним, когда приезжает Павел Павлович, они орут, папа приехал. А он сегодня вот был. Футбольный мяч? Каждую пятницу ездит, он возит. Ну, наверное, я даже иногда смотрю и думаю, мне кажется, что он получает больше удовольствия, чем они. Я говорю, зачем? Ну, как любой человек, который отдаёт, получает больше удовольствия, чем тот, кто принимает. Вот он мне звонит и говорит, ой, я сейчас возвращаюсь из Одинцова. В Кунцево я уже был, я сейчас возвращаюсь из Одинцова. Сколько детей в общей сложности? Там и там. В Кунцево у нас 45 детей, а в Одинцово мало сейчас детей. А почему? Вот я написала сегодня, мы написали письмо Министерства образования Московской области. Мы не знаем ситуацию. Я в Москве состою в рабочей комиссии, которая занимается решением, что России, программой России нужен каждый ребёнок. Поэтому какая ситуация в Москве, я знаю. Какая ситуация в Московской области, я не знаю. Будет существовать? Как я поняла, Министерство образования нас не видит в этом поле. Несмотря на то, что вот забирают, допустим, из нашего дома, забирают детей в опекунскую семью. Ну, у нас тоже семья, которая фактически опекунская семья, да? Она самостоятельная единица такая. Может быть, у неё статуса правового такого нет, но по всему типу она семья... А он уйдёт, я думаю, что в худшие условия. Потому что у нас условия сделаны... У нас есть психолог, у нас есть логопед. Это который у мамы вводит детей специально, дополнительно, если он нуждается там для улучшения речи с 5 лет. Ну, Лидия Александровна, я вам могу сказать одно, что вот у нас в Химках, в приюте детском, детей полно. Вот в Химках, где я живу. Оттуда просто сейчас забирают мои знакомые, тяжело больного мальчика Алёшу. Вот с этой вот мышечной дистрофией Дюшена я вам рассказывала. И, ну, я надеюсь, что всё будет хорошо, и что всё, так сказать, в ближайшие уже дни мы сможем поднять бокал шампанского за Алёшу. Вот, но детей там много. Ну, вот как-то... Это Московская область. А, Московская область, это да? Химки, Химки. Ну, как-то вот у нас, получается, в Одинцовском районе нет дома ребёнка, а поскольку отказные дети лежат в больнице, да, мы их забираем просто из больницы, чтобы... Они уходят все на установление, или они иностранные граждане. Их забирают обычно те государства, там, Белоруссия, Молдова, забирают государства, чьими гражданами они являются. А в этот период, пока мы их, чтобы они не лежали в больнице и не пряли там, мы их забираем себе. Мы их выхаживаем, мы их обхаживаем, мы покупаем памперсы, мы их купаем, моем. Но это малышей. Это малышей, да. Потом они уходят, то есть это стал какой-то перевалочный пункт. То есть процесс вот этого воспитания как-то никому до этого, что у нас здесь такая система налажена, отстроена. Представляете, если честно сказать, это мало кого интересует. То есть получается такой механический подход? Мне даже кажется, не механический. Мне кажется, сегодня за этой волной, за этой волной, которая нахлынула, вот вчера, два месяца назад, вот этого сочувствия вроде как не было. А сегодня оно в таком масштабе, что мне становится страшно. То есть всех детей усыновили. Да, вроде как мне становится, потому что я так все равно кожей чувствую ситуацию. Я в этом уже много лет, да, и думаю, ну, оно где-то вылезет. Катя, а как ты думаешь, с чем это может быть, Вера? Ну, я думаю, что теперь всем сказали усыновить, все усыновили. Есть же какая-то статистика, да, которую должны сдавать бесконечно сейчас органы опеки, что вот они пристроили в семье вот это. Профилактика отказов нет, но и лишение родительских прав тоже, по-моему, прекратились. Ну, сейчас больше, конечно. С одной стороны, вы знаете, я была в центре недавно, центр «Анстрадная», он был раньше приютом. Я была недавно в этом центре, я была потрясена. Там создан центр, точно не могу сказать, как он называется, но это что-то связано с реабилитацией, и они там 170 работников. Они работают с семьей. Это организовано просто великолепно. Вот там, когда я посмотрела, я думаю, может быть, я заблуждаюсь, может быть, это можно как-то... Нет, можно всё, просто не так, что в декабре, через два года мы закроем детские дома. Нет, но работать с этим нужно. Они рассказывали, как они... У них есть и телефон доверия, у них есть служба психологическая, у них есть служба психиатрическая, у них есть даже выезд. Если семья... Они всё время работают в семьях, и если в семье какой-то конфликт, его нельзя... Он может породить какие-то очень плохие последствия, они выезжают на дом. Вот смотрите, я прочитала у бесконечно уважаемой мной, но пока не знакомой, Людмилы Петрановской, что любая семья лучше, чем детский дом. Я не знаю, любая ли семья лучше, чем детский дом, и какой детский дом. Потому что вот тот, о котором говорит Валентина Александровна, конечно, лучше, чем семья, условно, Юлии Кузьминой. Да? Вот, наверное, страшное детское учреждение на 400 человек, где каждого ребёнка просто не видят, а есть только масса. Наверное, семья, условно, Юлии Кузьминой лучше. То есть, ну вот где та грань, и как её определить, мне непонятно. Вот вы как думаете? Я думаю, если у тебя есть естественная потребность помочь, и хотелось бы, чтобы люди, которые выполняют эти функции в государственном масштабе, кроме служебных обязанностей, ещё у них совпадало с этой потребностью помочь, а тогда решение этому найдётся. Да, 400 человек очень много, но всё равно это при невозможности сделать другого, вот, ну, нет другой возможности, вот 400 человек. Всё равно лучше забрать из плохой семьи. Нет. Вопрос-то в этом был. Нет, 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 плохую семью не нужно отдавать. Просто можно организовать жизнь. Нет, Близина Александровна, я спросила, где та грань между семьёй, условно говоря, социального поведения и детским домом большим? Что предпочесть? Потому что вот Петрановская говорит, что лучше оставлять даже в плохой семье, то есть не лишать родительских прав родителей, потому что дети там всё-таки с привязанностью. Ну, мама и папа, да. Плохие, но есть. А вы знаете, если есть угроза жизни, показатели, то угроза жизни. Это угроза жизни. Если есть угроза жизни, ребёнок не должен там находиться. Вот недавно где-то я прочитала, он умер двухлетний у мусорного ведра, видимо, я сказал, ну, это как может быть? Он был дома в семье. Поэтому если есть реальная угроза жизни, если ребёнки не заботятся, если ребёнки за ним не ухаживают, не смотрят, ходит он в школу или не ходит он в школу, я думаю, что это реальная угроза. А ты тоже так думаешь? Ну, да, безусловно, потому что это привязанность, это возможность говорить эти слова, без которых невозможна жизнь, мама и папа, да, и если их не говорить, то как бы эта жизнь совершенно другая. Другой вопрос, что, безусловно, это очень тонкий и глубокий психологический вопрос, и вы, наверное, знаете, Валентина Александровна, о том, что есть эти дети, у которых не может быть привязанности, да, есть такая тоже категория. Но до неё нужно дожить, до неё нужно дорасти. И когда ты дорастаешь, а дорастаешь до неё только потому, что у тебя не было в детстве мамы и папы. И это большая проблема, и такой ребёнок уже в большом возрасте может находиться только где-то в специальном учреждении. Но я надеюсь, что мы доживём того будущего, когда, к сожалению, ваш самый замечательный на свете детский дом будет действительно перевалочным пунктом, когда между семьёй и семьёй... Да что вы будете делать? Нет, я думаю, что вот побывав от Рады, я думаю... Вот что хорошего во всей этой истории, которая происходит вот в связи со смертью детей в Америке... Ой, хорошее здесь слово... Я неправильно сказала, извините. Но мы вас поняли. В этом есть то, что общество первый раз, вот первый раз за 25 лет, первый раз все стали об этом говорить. Все стали говорить, я читаю в интернете, мнение людей, люди думают об этом, по-разному высказывают. Есть агрессивное мнение, есть, неважно, но люди об этом говорят. Я думаю, это первый шаг, это первый шаг к тому, чтобы мы что-то изменили. Изменили в сознании, изменили в том, что правда есть сироты, не надо это исключать. Потому что вот когда я строила второй детский дом, мы его хотели сначала в Ленинском районе построить. Ой, да, это гениальная история. В Ленинском районе хотели построить его в поселке Воскресенское. Нам выделили, отвели землю. Мы заказали в Ленинском районе проект. Заплатили за проект, проект выполнили. И население восстало. Боже. Да, да, это вот демонстрация. Население восстало. Просто, что она хочет построить себе там дом. Ой, чего только не придумывали. Но в принципе сказали, нам не нужны эти домовцы, которые поджигают газеты в подъездах. Население восстало. Просто они выходили... Наше доброе население. Наше доброе население. Поэтому говорить, что только государство... Вот наше доброе население. Оно восстало буквально. Ну, это вот как-то адаплатовская фраза о том, что Сталин был, конечно, плохой, но 40 миллионов доносов написал не он. Это наш добрый народ. Да, да. И вы знаете, мы вынуждены... А там раскопали какой-то котлован. Им теплотрассу этому поселку ремонтировали. А у нас же стояли строительные балки. Балки строительные разбили. А котлован, это для них был раскоп. Мы еще не успели ничего раскопать. Они его за ночь закопали. Они не знали, что это для вас. Они думали, что... Вы представляете? Вот это кажется невероятным. Это было 11 лет назад. Вот 11 лет назад. Какой у вас план сейчас? План жизни? Да, план. Что вы собираетесь делать? Потому что я так понимаю, что меньше отнимает сейчас времени детский дом. Ну, сейчас у меня, видите, как у меня Ваня... Наташа на первом курсе учится. Ваня... Сколько усыновленных у вас сейчас? У меня все родные. Браво. Прекрасный ответ. Лучший. Лучший. Четверо внуков. У Кати же четверо детей. Поэтому... А потом как-то... Как-то вот с этой волной как-то я немножко потерялась. Честно скажу. Я потерялась. Думаю, что-то я делала, делала. А тут все пришли, все знают, оказывается. Все знают. Никто не нуждается. Я немножечко... Ну, я думаю, что это пройдет. Я успокоюсь. И найдетесь, куда применить свое... Может, они успокоятся? Нет. Пусть они работают. Пусть они работают. Пусть это будет волна. Всегда же посыл какой-то есть. Пусть он перерастет в нормальное... И Людмила Путина пойдет окормлять своей заботой российскую армию. Там не будет обмороженных детишек. Да дай бог. Восемнадцатилетних. Пусть пойдет. И все одумаются. И кто там еще? Медведева у нас. Светлана Медведева, да. Тоже вместо того, чтобы там... Ну, ладно. Пусть пойдет. Да нет, это правда. Поле деятельности, оно безграничное. Я себя вижу... Ну, я уже по возрасту. Мне даже неудобно. Ну, вы знаете, все говорят, а что вы не выступите, там, вот, детей-сироты? Да мне же как-то неудобно. Что я все суечусь-то? Дети, дети. Да ладно. Мне как-то неловко. Становится неловко. Будто я... Я уже начала чувствовать себя, что я вроде как и не своим делом занимаюсь. Они все знают. Они же тут не то делают. Наоборот, может, научить надо. Они не знают. Они же вот сколько глупостей делают. Ну, дай бог, что... Ошибки все делают, наверное. Но, конечно, я не хотела, чтобы доказалась судьбы. Потому что это же не сироты. Это одна маленькая душа. Вот брать нужно все время образ одной маленькой души, которую мы сегодня, вот как мы решим, так эта душа будет жить. Полюбим мы ее. Вот мне кажется, мое убеждение, главное, чтобы человека любили. Ну, с этим трудно спорить, потому что... Это не важно, где он будет жить. Вы знаете, Нива... Мои дети в детском доме, когда только начинали, их в школе обзывали, пришли. Вот нас обзывают детдомовцы. Я говорю, слушайте, а почему вы решили, что нас обзывают? Ну, а что... Вы знаете, просто нас остается совсем мало времени. Я хочу сказать одно. У меня был один знакомый, который усыновил мальчика тогда, когда это было совсем еще не популярно. Мальчик был цыганенок, насквозь больной. И в какой-то момент он спросил, «Пап, а вот ты, наверное, своего родного любишь больше, чем меня». И мой приятель нашелся. Он ответил, «Ты знаешь, его мы родили, в общем-то, случайно, а тебя мы...» Родили сердцем. Искали специально. А я обычно говорю, родили, можно родить по-разному. Вот я рожаю вас сердцем. Вот, наверное, на этой ноте о том, что можно, оказывается, родить сердцем, нам нужно закончить. Остаются считанные секунды. Я искренне благодарю вас. Во-первых, за то, что вы делаете. Во-вторых, за то, что вы пришли. Спасибо. Спасибо.